Армянская церковь Армянская церковь Армянская церковь Армянская церковь Армянской церкви не было армянской церкви. Рассказав об истории создания русской православной церкви в Шуше, эксперт добавил, что царское правительство, сумевшее в 1805 году свергнуть Карабахское ханство наряду с другими регионами, учредило свою штаб-квартиру и в Шуше. В то время в Шуше не было христианской церкви. Возникла необходимость основать храм для находящихся там русских воинов. Россия, экономически ослабленная в тот момент в результате войн, не имела возможности проводить работы по благоустройству города. Поэтому армейское руководство повесило колокол на башню здания дивана ханства и создало здесь условия для поклонения. В 1806 году русские построили возле здания колокольню. Однако со временем здание дивана Карабахского ханства было отремонтировано по приказу командования русской армии и адаптировано к церковному стилю, а позже были построены еще две церкви. По мере развития внешний вид церкви менялся, подчеркнул Исмаилов. По словам архитектора, есть архивные документы, которые доказывают, что русская православная церковь, именуемая Газанчи, была построена в Шуше в 1887 году. Хотя она в последующие годы претерпела еще одно изменение, по сути сохранила все черты русской православной церковной архитектуры. Так, купол в центральной части сооружения снесли и подняли на несколько метров. При сравнении различий в формах становится ясно, что этот архитектурный стиль не принадлежит Армянской Грегирианской церкви, отметил он. Эксперт подчеркивает, что деятельность Армянской церкви в Карабахе началась после того, как глава Грегирианской церкви Вазген II в 1989 году назначил на должность архиепископа Нагорно-Карабахского региона Паргева Мартиросяна. Этот факт доказывает, что в Шуше не было Армянской Грегирианской церкви. По распоряжению руководства СССР все церкви в Нагорном Карабахе были закрыты в 1930 году, а некоторые использовались как кормовые склады. После этого решения правительства СССР, русские церкви в Шуше остались в заброшенном и неухожем состоянии. Восстановление церквей стало возможным только во времена правления Михаила Горбачева. В 1989 году на фоне создания армянской епархии в Карабахе и растущих националистических требований карабахских армян стала проводиться политика армянизации церквей. В этих целях начали привлекаться средства армянских диаспор в зарубежных странах. Результатом всего этого стало оккупаться 20% территории Азербайджана, сказал Фаик Исмаилов. Он добавил, что присваивая архитектурные памятники христианской культуры на оккупированных территориях Азербайджана, армянское правительство стремилось объединить эти земли с Арменией и создать государство Великая Армения. Именно по этой причине армяне изменили облик церквей и монастырей на всех оккупированных территориях и превратили их в армянские грагерианские церкви. В 1995-2000-х годах они изменили архитектурную структуру русской православной церкви Газанчи в Шуше, сделав ее армянской, подытожил профессор Фаик Исмаилов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok